Легендарный штурмовик Ил-2 в небе над Ярославлем. Почти 300 километров из подмосковного Жуковского. Лётчик-испытатель Владимир Барсук делится впечатлениями от полёта. Путешествия во времени не иначе. Пилотов тут нет, навигация практически тоже отсутствует. Но, тем не менее, и они летали, и мы маленько летали. Сложно представить, как из груды обезображенного металла получился такой красавец. Снайденной в болотах Мурманской области обломки штурмовика авиареставраторы собирали по старым чертежам. Большая часть деталей механизма в самолёте оригинальной. Сохранились почти все несущие конструкции. Заменить пришлось разве что хвост. Изначально он был деревянным. Новый, точная копия родного тоже из дерева. Самый массовый самолёт на фронте. Всего было выпущено около 40 тысяч штурмовиков Ил-2. Если сперва немецкие пилоты считали его посредственным, то уже после первых боёв за советским штурмовиком закрепились прозвища «Чёрная смерть» и «Летающий танк» в первую очередь за непробиваемую кабину пилота. Эта парня оригинальная. Она стояла на этом самолёте. Вот тут даже специально оставили одну пробоинку. А это прямо в тех времён? Да, это пробоинка. Специально её не стали заваривать. Кабина пилота осталась целой, как и некоторые бортовые элементы для авиареставраторов. Поднять самолёт в воздух было делом чести. Удалось восстановить не только самолёт, но и исторические события. Запись в лётной книжке. Ноябрь 43-го сбит в воздушном бою. Самолёт затонул, лётчик получил лёгкое ранение головы. Свой последний боевой вылет экипаж этой машины совершил налёт на немецкий аэродром. Уничтожил три вражеских самолёта и зенитку. До своих экипаж не дотянул совсем чуть-чуть. Хвост почти отбит, заглох, двигатель, шасси не выпускалось. Пилот решил сажать самолёт на лёд озера. Лётчик Валентин Скопинцев и стрелок Владимир Гумённый спаслись. У него было больше 60 боевых вылетов. Огромное количество повреждённых немецкой техники, включая многотонные суда и самолёты. Воздушный парад уже в мирном небе. Мечта реставраторов, чтобы Ил-2 прилетел когда-нибудь в День Победы и над Красной площадью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова